Презентация рестайлинговой Лады Весты прошла 22 февраля, но затем началась российская спецоперация, что повлекла за собой массовый исход иностранных поставщиков и серьезный кризис поставок автокомпонентов. Между тем, вазовцы показали только внешность новинки, не успев раскрыть салон. Так что оценить оформление перекроенного интерьера мы сможем только по цветным иллюстрациям из патентных документов. По предварительным данным, которые приводит лично глава автогиганта Максим Соколов, начать выпуск новинки удастся не раньше, чем через полгода. При этом автоВАЗ готовится пересмотреть, то бишь сократить, набор электронных компонентов. Кроме того, в мае автогигант планировал порадовать публику новыми Логаном и Сандеро. Однако теперь, когда группа Рено покинула Россию, судьба франко-румынского семейства не очевидна. Теоретически АвтоВАЗ может выпускать его под маркой Lada, но захочет ли? Уже объявлено, что выпуск каждого Рено требует отчисления роялти. А в нынешних условиях, когда поставки комплектующих нестабильны, затевать такую авантюру крайне рискованно. Проект рискует обернуться убытками. По этой же причине руководством компании на неопределённое время отложен перезапуск Дастера. Напомним, что вместе со всеми активами французского автопроизводителя, АвтоВАЗу вдобавок досталась оснастка для выпуска этого кроссовера. Что касается текущего положения дел, то помимо классической Нивы и упрощённой Гранты, ВАЗовцам удается наладить сборку Ларгусов. В пятницу 22 июля конвейер должны покинуть первые 100 машин. У Гранты показатели лучше. При двухсменном графике заводчане выпускают по 650 машин каждые сутки. Притом около половины оснащены кондиционерами корейского производства. Очевидно, что Лада вскоре назовёт стоимость этой долгожданной опции. Ещё одна позитивная новость. С конвейера сошло около сотни хорошо упакованных трёх- и пятидверных Нив. Все они оборудованы антиблокировочной системой и другими докризисными опциями. Небольшие запасы которых нашлись на заводских складах. К слову, эти самые склады сейчас наполняются комплектующими для Нивы Тревел, перезапуск которой назначен на август. И лишь X-Ray не планирует возвращаться. По слухам, этот хэтчбэк покинул ВАЗовскую гамму навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok